Так, всем привет! Я продолжаю играть в группу по званию Зайчик. И я потерялся во времени, в плане того, что я не сплю ночью до 7-8 утра, и сплю просто-напросто утром, имея три канала, где я снимаю вообще разноплановые видео. У меня не хватает времени, а самое лучшее время, как все знают, я думаю, мотивационное время, это ночью, когда тебя никто не беспокоит, у тебя есть свое личное время, чтобы расслабиться, слушать голоса какие-нибудь, шумы, которые отвлекают тебя. И это грустно, ведь вся жизнь уходит, а ведь вся жизнь проходит только утром, и саморазвитие, которое, ну, не хватает времени. Короче, к чему я это говорил? К тому, что я обещал делать два видео в день, а сейчас я просто сливаюсь. Да, вся эта тирада была только для этого, так что, извиняюсь. Давайте начнем просто играть. Так вот, у нас выбор, выбор между Полиной и Алисой. Я много глагольствовал на тему того, кого мне выбрать, и я все же выбрал Полину, но теперь я немного еще подумал без вас, и подумал, что выбрать Алису, это чисто по личным причинам, она более, как бы это сказать, завораживающая, что ли. Она хранит в себе слишком много тайн, которые хочется как-то разузнать, разгадать и понять вообще, кто она такая. А Полина, вряд ли с Полиной что-либо будет, ведь, ну, я немного себе проспойлерил, и видел, что, ну, она живет, с ней все в порядке, так что, я думал, выбрать Алису, она, ну, просто персонаж, как персонаж, она более притягательна. У нее есть тайна какая-то, которая, ну, хочется просто разглядать, так что давайте я выберу ее. Застегнув рюкзак, я сбежал вниз по ступенькам. Я проснулся буквально полчаса назад, так что, буду тупить, извиняйте за это. Снова оценил обстановку во дворе, уже через окна вестибюля. Никого подозрительного. Входные двери скрипнули, звук напомнил музыку из триллера, такая высокая нота, предшествующая напряженной сцене. Я шустро обогнул школу, стараясь не попасться никому на глаза. Из школьной столовой пахло выпечкой и жженым сахаром. Я замер, увидев силуэт в окне второго этажа. Наверное, это Полина, чуть склонив голову, скользила смычком по скрипке. Да, конечно, бросать так Полину, когда она просила нас подожжать ее, как-то не очень. Жаль, мелодию не слышно. Да и Полина просто темный обриз, рисунок на желтом листе окна. Нехотя, я пошел дальше. Безумно интересная новелла. Не думал, что она меня так заинтересует, когда я ее буквально полгода назад играл и немного забросил. На школьном стадионе веревчатая сетка футбольных ворот вздувалась и опадала. Ветер гонял по пулю белые смерчи. Где-то неподалеку шумел невидимый трактор, спугнувший стаю каркающих ворон. Звук мотора напомнил рев голодных зверей, давшиеся за мной по снежным пустошам. Вновь вспомнилась эта странная Алиса со своей маской. Сейчас, при свете дня, было очень трудно поверить ее существованию. Как она там сказала? На заднем дворе, возле повешенного, вот кстати он, страх побега, правда, здесь был Бяша. А Цой жив. Все верно, Цой жив. Что за ерунда? Какой еще? Опять ты. Опять ты этот мужчина, который был при нашем первом приходе в школу. Извините. Извиняюсь. И ушел. Силуэт скрылся за углом и зашагал вглубь школьного тупичка. Следом за ним растаял сигаретный дым. Это был кто-то из взрослых, может это учитель? Это что? Так, шприцы. Использованный шприц затесался среди окурков. Надеюсь, кому-то просто понадобился укол инсулина. Будем надеяться, что это так. Я посмотрел на стену. На просмоленный полос был нарисован плящущий в петле человек. Кто-то играл здесь в виселицу. Вокруг человечка каракули, побег, страх, правда. Лиже, мой сладкий. О, Алиса. Ты где? Я не сразу понял, откуда звук. Взгляд заметался по безлюдному закутку на задворках школы. По окнам, отражающие солнечный свет. По снегу. Проверить в снегу? Один из сугробов задрожал, словно вулкан перед извержением. Отдай свое сердце! Ой-ой, ты чего? Не отдам. Не успел я помниться, как белая корка лопнула. Из-за под снега выпрыгнула лиса. Она грациозно поклонилась, наслаждаясь произведенным эффектом. Снежок серебрился на ее шубке. Я не представлял, что мысли о хвостатых девочках могут быть такими. Даже не знаю, с чем их сравнивать. Конечно, у тебя... Меня так беспокоят его мысли, которые он воспроизводит. Хвостатые девушки. Еще что-то говорил до этого. Заразными. Ядовито-сладкими. Отпор не дал, сердце потерял. Опять она про... Конечно, она любит про такое говорить. Она хихикнула так задорно, что я невольно заулыбался. Да ну тебе! Резво зачерпнув горь снега, я скатал снежок и зарядил им в Алису. Она попыталась увернуться, но было поздно. Снаряд угодил в плечо. Попал. Ох ты ж! Гадкий мальчишка! А сама виновата и нужна была. Да, вот такое. Именно, именно. Лиса плавно отпрянула, вооружаясь. Ты хитер, да мы хитрей. Кто мы? Лобок ты, да мы ловчай. Кто мы? Ответный снежок прочертил дугу между заснеженным двором и вороньем, орующим над нами, реющим над нами. Я хотел пригнуться, но подскользнулся и упал на колени. А пока поднимался, снег прилетел прямо в лицо, а палил холодом щеки. Ой, вот это больно было. От досады я выругался на всю улицу. Блять! Ты чего? Словечки из песен сектора газа, с кассет все слушал тайком от родителей. Это мы знаем. Нельзя же так. Именно, ну можно, но тебе нет. Будь рядом папа, он выкрутил бы мне уши. Чего-чего, амато не терпел. Изяснялся исключительно литературным языком. Все правильно? Да ладно тебе. А что? Ну, бывает. Не больно же совсем. Вообще-то, когда прилетает в лицо снег, это достаточно больно. Она, сочувственно, отрахнула мой воротник, взяла за локоть и помогла встать. Аккуратно, с недетской заботливостью, сняла мои очки, сдула с них снежки, а затем притянула обратно. Вот так. Один-один. Тоша. Хорошо. Хорошо, посмотрим. Тоша меня назвали только близкие люди. А я даже настоящего лица ее не видел. Не знала ни фамилии, ни класса, ни то, есть ли у нее хвост подшип... Да почему он заладил про этот хвост? Непонятно. Желаешь отыграться? Да. Да. Хочу. Мы хотели поискать Вову, помнишь? А, все. Да, точно, вспомнил. Мы же хотели Вовку найти. Лучше поторопиться, а то меня родители станут искать. И это правда. Лиса демонстративно зевнула. Родители. Они самые. Как скучно. Да не будьте таким занудой. Да я не виноват, волноваться будут. Давай чуть-чуть поиграем. Все равно тебе дома тоскливо. С этим я согласен, да. А ты откуда знаешь? А, ну да, откуда знаешь. Тоже мне тайна. Со взрослыми, да в четырех стенах, тоска смертная. У меня от стены взрослых нервный тип. Вот. Конечно, пошатнулась. Она задергала мохнатой лисей бровкой. Я не искренне хохотнул, не решив до конца смешно ли это. Вот так шевелить частями маски. Ты будешь, я думаю, тебе стоит понять, что... Ну, это реально похоже на маску. На маску. У нее вырезы в глазах, но по сути это не маска какая-то. Это прям ее лицо. Она шевелит разными частями маски, откроет рот. Как он говорил, даже кончиками лица какими-то шевелит. Это странновато. Ты должен был... Как-то додумайся. Антоха, давай. Ну же, Тоша, решайся. Ну я не против. Я же вижу, ты хочешь поиграть? И если победишь... Лисичка приблизилась вплотную и стала на цыпочки, недва не коснувшись шершавым носиком моего лица. В глубине глаз тлели веселые огоньки. Пахло от нее чем-то приятным, ягодом приторным. Возможно, так пахнет независимость и настоящая свобода. Когда у тебя всех хлопот, что бесится, что уплетать конфеты. Горячий шепот влился в мои уши. Если победишь, буду твоим провожатым. А я думал другое. Я думал гулять позовешь. Я-то думал о свидании. Поверь, мне есть, что тебе показать. Ладно. Найдем твоему Вову. Внутри у меня жалась пружина. В животе заныло. Мне сказать, чтобы неприятно. Как же странно. Только что я болтал с Полиной, а теперь Алиса тащит куда-то. А дашь сердце свое, как она сказала. Душу из тебя выцарапаю, неженка. Опять она заладила. Засмеявшись, она махнула по долам и побежала к дороге, по которой мы шли в школу. Ее обещание. Чуть ли не угроза. Я думаю, ты должен был понять, что это ее... Ну, такой стиль общения, манера, я бы так сказал бы. И... Она так разговаривает, я не думаю, что она всерьез. Хотя, кто ее знает. Это же лисица. Это и вправду. Хотя она нас все время пытается защитить. Ну, не знаем. Загипнотизировала меня. Я нагнулся и зачерпнул снег. Вот было бы у меня специальное устройство, чтобы распознать, когда шутит Алиса, а когда говорит всерьез. Или у таких, как она, всегда третий вариант. Между шуткой и правдой, смехом и горячим дыханием на ухо. Я хотел победить. Наказать ее за быстроту и свободу, которой слишком много для обычной девочки. Азарт, любопытство и что-то еще, что-то неясное, завладело моими чувствами. Опьянили. Как тогда, когда я наелся вишен из маминой наливки и лежал сомкнув веки, а кровать вращал подо мной, и голова ходила кругом. Классно ты, конечно, выпил. Я сплюнул, вытер губы. Поиграть хочешь, лисичка-сестричка? Ну давай поиграем. Вооружившись снежком, я ринулся за беглянкой. Вот показалась знакомая улица с деревянными столбами. Уже совсем не страшными. Всего-то бревна, занесенные снегом. Крикнешь, залают цыпные псы. Люди высунуться в окна. Фигура лисы маячила впереди. Дразнилась. Но швырять в нее снежком с такого расстояния было напрасно. Только зря снаряд бы растратил. Вдоль расчисленной дороги замаячили искалеченные морозом березки. У деревьев высился огромный снежный холм. Видимо, сюда трактор свозил снег со всего поселка. В такой горе спрятится целый выводок лисичек. Нет, подумалось. Лисичка одна. Не бывает второй. Ее одной-то слишком много. Возле рощицы бегала моя вторая утренняя знакомая. Дворняга с озябшими лапками. Принюхавшись, она пометила голые кусы смородины и шустро засеменила к другим. Алиса вынурнула из-за холма. Собачонка подняла уши, одобрительно гафнула и побежала следом. Мы мчали всю дальше и изредка обменивали снежками с снежными залпами, хохоча и спотыкаясь. Впереди рост поднимался до низких облаков в зимний лес. Мы достигли его тени, коснистой и почти осязаемой. Лиса екнула за исполинскую сосну, явно намереваясь незаметно подобраться ко мне со спины и насыпать снега за шиворот. Это был хороший план, но ее выдавала жулька, крутившаяся рядом. Спасибо, жульки. Отломив сухую ветку, я решил действовать все еще хитрее. Насадил на сучок шапку и поднес к сосне. Пускай решит, что это моя голова... О, да. Пускай решит, что это моя голова. Высовывается из-за ствола. Чтобы не... Чтобы не рассмеяться, я прикусил губу, прыгнул с другой стороны, пыльнул снежок в упор. Наверное, Алиса сразу же раскусила мою уловку, но позволила мне победить со счетом 3-1. Ура! Я был ранен в ногу, она же с простреленным животом и грудью истекала передо мной выдуманной кровью. И молила о пощаде, довязь от смеха. Молюсь, жалься! Выбираю! Да все, все, отживи! Кстати, давно так Антоха-то не веселился, я даже, по-моему, ни разу этого не видел. А вот именно с Алисой он как-то раскрепостился. Ну, сам персонаж сам по себе очень завораживающий. Он прям, ну, не знаю, притягательный какой-то своей тайной или... просто собой заставляет как-то следовать за ним. Опа-на, ко мне стучат. Так, я тут открыл дверь немного. Так вот, что делал? Да все, все, живи! Спасибо, добрый рыцарь! Да не благодари! Она притворила, что кланяется мне, схватила полный горсть снега и, как умирающий воин, в последние отчаянные попытки метнула их в меня. Я легко уклонился к гагача и возмущаясь одновременно, добил уителицу двумя прицельными выстрелами. Живи, живи! Так ты сама виновата, ты первая начала. Ну, чего бы меня жить, раз умный такой? Молчи, ты умерла уже! Тоже мне помеха! Что? Что это за диалог был? Ты умерла уже, тоже мне помеха. Давай сыграем в кое-что поинтереснее. Во что? Выстрелив слепую, она кинулась за деревья. Раз, два, прилети, сова! Три, четыре, пять, время поиграть! Я неуверенно двинулся к бурелому. Шесть, да, шесть! Дыбом волчья шерсть! Померещилось, что я действительно вижу хвост, скользнувший по кустам. Будто привязанный, я бросился туда, где ветки слёстывались, помогая Алисе спрятаться. Приходилось раздвигать их, рвать точно паутину. Ветви пружинили в лицо, но не били, а словно гладили по щекам. Я вспотел, но сил оставалось предостаточно. Врёшь, лисичка, поймаю тебя. Голос Алисы плутал за буреломом. Семь! Восемь! Бьём копытом озимь! Что же... Что это за считалочка такая? Кстати, здесь какое-то лицо. Подождите, я только заметил, что мы уходим вглубь леса. То есть, вы понимаете, Алиса нас... Я даже сам этого не заметил. Как мы находимся в лесу, она нас отводит всё глубже и глубже. А я тебя недооценила! Это я тебя недооценила! Думала ты просто мальчик! Ну, почти. Уверенный, что она стоит за чахлой осиной, я выскочил на перерез. Но здешняя акустика обманула. Теперь её голос журчал слева. А ты зайчик! Так не надо. Шустренький! Хорошенький! Снежок вылетел из тёмного укрытия. Просвистел над ухом. Я тебе дам, зайчик! Дай мне зайчика! Дай! О нет, не надо. Антон, что-то начинается. Яркая лися шуба мелькнула возле трухлявого пня. Я стремился туда, перепрыгивая через ров. Зайчик, выходи скорей! Мясом накорми зверей! О нет, мне не нравится считалочка. Я не хочу никого кормить. Выйди отсюда. И дверь закрой. Эта считалочка к добру по итогу не приведёт. Мне кажется, не зря же она её говорит. Странная считалочка. Самым важным для меня сейчас было меховой воротник, ржащий за очередным деревом. Губа моя задрожала, как у настоящего загонщика, почувшего добычу. Рывок и лиса в моих объятиях. Такая гладкая и желанная. Я не понимаю, он в неё влюблён? Или это чисто интерес к неведомому персонажу, который имеет свою какую-то таинственность? Всё, 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 ты победил! Ну, она как персонаж более притягательный, чем Полина. Она прислонилась к шершавой коре. Зацепела. Пожалуйста, давай немного отдохнём. Давай. Ты слишком быстрый, слишком сильный, лакромый, слишком. Так, она постоянно кидает какие-то намёки на то, что мне осталось недолго жить. Ты обещал меня защищать, алё, не надо. Довольный я, довольный я подбечился, подбочнился в ожидании награды от побеждённой. И в лицо снегов, но вместо приза получил подлый снежок своё напыщенное лицо. Заливаясь кохотом, хитрейшая из хитрейших рванула прочь, а я даже не думал сердиться. Вот чтобы это не стало, надо догнать Алису, а прокинуть её, оседлать. Всё, я понял. Сорвать с него маску и увидеть всё. Да, у него он слишком изображён её. Это добро не поведёт. Страшно в лапы волку серому попасть. Думает о лете, прижимает уши. На, небо косится, небо не видать. Небо действительно исчезло за занависом крон. Я ориентировался по лаю глупой жульки, что не отставало от хозяйки. И настигал. А под ногами мелькала та самая тропинка, что я представлял в школе. Оказывается, нестись по весь опор так легко. Скорее, выше, быстрее. Мне казалось, внутри отворился какой-то потаённый ларец с новыми возможностями. Мои мышцы гудели, легко увеличивались, а я сам будто стал сильнее. Даже зрение обострилось, я увидел каждую оледенелую веточку, каждый зазубрину на коре. У кустов валялось что-то пёстрое, деталь одежды. Ещё одно цветастое пятно справа. Он сказал, что возле чего-то валялось что-то похоже на одежду. Алиса скидывала с себя вещи на бегу А, как шкуру. А я окрилённый стащил зубами варежки, раздеться полностью и отдаться ветру до остатка. Скорее. Я потянулся сбросить шапку, махом откинул всё, что мешает бежать по нескончаемому лесу. Всё, да. Я уже под властью леса, под властью Алисы. Она загоняет меня вглубь леса. Я, наверное, если сброшу всё, что у меня есть, даже не замечу, как я буду замерзать. Рюкзак тормозил. Я швырнул игу в снег вместе со всеми ручками и карандашами в пенале, цветными тетрадами, тетрадями в линейку и клетку, со всеми на полях и динозавром для Оли. Оля. И вдруг в голове возник отчётливый образ. Сестра, застывшая у окна в предзакатном свете. Маленькие детские ладошки прижались к стеклу и согрев его, отпечатались. Она бы согрела так целый мир. Ну да. Оля смотрит на тайгу и повторяет моё имя. Тоша! Да, я тут. Я остановился, глубоко вдохнув и понял вдруг, как всё это самосбродно и глупо раздеваться в лесу до гола в погоне за лисицей. Наконец-то ты взял над собой контроль. Я вернулся за рюкзаком, будто за обранённым частью себя. Я снова вспомнил, как сестра не любила оставаться дома без меня. Умоляла вернуться после школы как можно быстрее. Что же я за брат-то? Бегаю по лесу, который сам же пугал сестру. Веселюсь, когда из-за порога запрещено выходить. Сиди в клетке, Оля, и смотри на соц и раз одни и те же мультики. А почему ей нельзя выходить? У него как у меня какая-то болезнь. Туша! С чего? Я тут. Да, Оленька. Туша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? Чего? Какое у него лицо? А к чему это? А! Ты! Из вечной темноты за соснами, как дикари из пещеры вышли ухмыляющийся Семён и Гогогучая шайка. Ну, здорово, Антошка! О, привет, уродец. Ты жив, что ли? Кстати, это что? Это куртка, которая недавно стала популярной? Они предсказали будущее? Прикольно. Хе-хе! Не вышло вздрыснуть, да? А я не уходил? Я гулял? Очкарик в зубе сарик на! Ну, ты шутник, ну, за такие шутки как бы, в принципе, видно, что случилось своими зубами. Словно хищная стая, они окружали меня, вынуждая пятиться. Нос шибанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно я лизал таблетку. Алиса! Имя спутницы превратилось в давленое спение. А где Алиса, кстати? Сосны качались молчаливыми стражами. А! Сосны качались молчаливыми стражами. Взгляд мой заметался. Я так мечтал увидеть за деревьями лисичку и ждал, что она придет на помощь. Но лишь ветер отвечал на мои призывы. Где Алиса? Что вы сделали? Что вы с ней сделали? Да не, Алису вряд ли кто-нибудь сможет что-то с ней сделать. Я вздрогнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, свирепым и пугающим. Ты даже Алису даже при всем страхе защищаешь. Ну она прям впала ему в душу, я не знаю. Какая еще Алиса? А не твое дело. У тебя че кукуха поехала? Возможно. Не ссы, ща в миг вылечим. Не надо. Здоровяк сплюнул сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так, чтобы впечатался спиной в дерево. Ну как полегчало? Не очень. За такое обычно я бью людей, так что держись. Неужели? Алиса специально заманила меня в ловушку к этим уродам. Кстати. Ну не, 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 вряд ли. У нее наверняка какие-то другие цели, она обещала нас защищать, но защищать наверное с какой-то другой целью, не для того, чтобы я попался к этим уродцам и меня избили. У нее есть какие-то другие цели потаенные, которые пока мне не известны, или тому, что она говорит. Так все, она должна нас защищать, а не кидать этим уродцам. Нет, не верю, не желаю верить. Я тоже не верю. Глядите-ка, пацаны, а здесь он не такой борзый, как в школе. Так в школе там один человек был, а вас тут трое. Считать умеете, математика простая. Ага, вылитый терпел на. А я подойду к тебе завтра в школе один на день, посмотрим, кто терпел она. Ты, сука, приезжая, не на того руку поднял. Ты сам виноват, ты тупой, ты начал на меня наезжать и получил по делу. Семен уже двинулся на меня, замахнувшись. Внезапно другой хулиган в спортивных штанах оглушительно свистнул, и здоровяк покорно отпустил занесенную руку. Это было неожиданно. Главный банде оказался не бабурин. Серьезно? На деле все слушались этого похожего на хищного зверяка парнишку с крепкими и острыми зубами. Бить не стали, видимо собирались для начала поглумиться. Слышь, гандон батькович. Сам такой. Это что ли твоя Алиса? Где? Алиса А. Я только сейчас заметил рядом с собой дрожащую от вода жульку, но на шерсть которой налипли комки снега. Хулиган присягл на корточки и жестом поманил собаку. Не трогай собаку, тварь. Беги, жулька! Ой, ты батюшки! Алиса! Ко мне, сучка блохастая! Ты поможешь, где получишь! Остальные мерзко захихикали. Не трогай жульку! Собака, навоскрыв уши, облизнулась и стала осторожно приближаться. Иди сюда! Иди, иди, дам кое-чего! Не иди, жулька! Ах ты, тварь, сука! Не успела собака принюхаться, как живодер схватил ее за ухо и с размаху пнул под хвост так, что она полетела с куля в ближайший сугроб. за это ну и за жульку я тебя поломаю. Ах ты, тварюга! Как так? Зачем жульку? Она в чем виновата? Смешно, да? Вся банда взорвалась смехом, а у меня сердце объединило твари. Даже птицы, сидевшие на ветках, отозвались испуганным граем. Боковым зрением я заметил, будто кто-то промелькнул в обманчивых сумерках спящего леса. Алиса? Или просто кусты на ветру шевельнулись за индивелыми шипами веток. Надеюсь, и ты не сможешь. В определенный какой-то жизненный период у тебя случится такое, что ну, просто не сможешь. Давай теперь я. Давай я тебя, я не знаю. Оставьте жульку. Где вообще Алиса, ее жульку бьют? Второй раз ебану минус на минус даст плюс. Я тоже второй раз так ебану один разочек, чтобы ну, тоже плюс получился, понимаешь? Один раз в школе был, сейчас будет ну, сейчас. Но дворняге уже и след простыл. Чего ты, баран? Втолкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Понял. Ага, за ним косяк на. Какой? Какой косяк? На меня шел этот здорованный кабан, и я просто защищался. Сейчас вы стоите троем и пытаетесь что-то доказать мне? Этот очкарик тебе при всем классе всек. И правильно сделал, жаль, что второй раз не смог. Да без б. Э. Убери руку. Семен демонстративно поднес к моему лицу вечистое кольцо печатку с каким-то геометрическим символом. Ща, порошник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клейма на всю жизнь останется. Нет, не надо. И куда подевалась моя потаенная сила и храбрость? А эта сила была только с Алисой. Вот так вот. Стой! Я просипел стой, а голова мотнулась, врезавшись в кулак Семена. Красные искры брызнули из глаз. Беша! Подсоби! Че твари опять вдвоем? Семен грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами и тот подставил подножку. Я упал на острую корку. Да, и толстяк тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Из горла вырвался болезненный стон. Слыхали, как заныл? А ты случи мне, педик? А как это связано? Сам ты педик? От злости и обиды я начал задыхаться. Боль нарастала. Давай, Антоха, вставай! Ухо пульсировало и пекло, точно его отрезали, а поверх пришли ком крапивы. Че молчишь, Антошка? Отвечай, ты педик. Ты педик. Вы педики втроем. И тут я почувствовал чистую, незамутненную ярость концентрат моей злобы. Как чернила спрута, она всплывала из глубин осознания, заполняла все мои мысли. Твари! Давай, Антоха. Знаете, что мой... Что? Мой отец! А, отцом будем, да, я понял. Не советую это делать, им по-моему как-то все равно будет. Хотя на вид мой отец довольно-таки сильный и здоровый. Кто-то педик. Педик, ты ему в лицо это скажи, придурок. Без зубов. Семен загоготал. Ой, это мне. Это стало последней каплей. Страх и злость сцепились внутри меня, словно бешеные собаки. накидо занимался. Поняли? Поняли, он вас туда-сюда. Он еще воевал. Точно, точно. А где? Таких как вы с закрытыми глазами убивай. Я только слово скажу, он... Ромка поднял руку оста... Что? Ромка поднял руку основив поток лжи и сделал пару шагов вперед. Семен медленно отступил, дав мне возможность встать. Неужели поверил? Или его сметило мое перекошенное от ярости лицо? Воевал, говоришь? А, мы задели какую-то болезненную тему Ромы? Мой батя тоже воевал. А, ну да. В Афгане. А твой? А мой я не знаю. А мой воевал? А, это ложа. Это же была ложь, да, точно. Да, и в каких войсках интересно? А я не знаю, ребенок не обязан знать, где его отец воевал. Я замялся, страх вцепился в глотку злости и пустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка! Да не фуфло я сам ты фуфло. Бля буду на. Бля буду. Думал меня так просто развести? Да, желательно так и подумал. Ну, только что это почти произошло. Я тебя, сучонка, насквозь вижу. Ладно. На лице Ромки появилась гадкая улыбка. Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. я заделал слишком жизненную важную тему для Ромки, видимо. В школе тебя училка спасла. Ну, а теперь все. Нет, не меня, тебя спасли. Чего-то смеешься своими зубами. У одного зуба нечищенные, лицо гадкое, а у второго зуба вообще нету, а третье, ну, третий более-менее нормальный. Хана тебе. Да, нет, это тебе хана. Вова. вас трое, один на один. Давай, Антошка, молись, чтобы твой труп по весне нашли. Так, не угрожай мне. Сидел бы ниже травы, был бы целочком. Так я пытался. Жирного стукнул, одно дело. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В дождь морго, блять. Да, судя по голосу, слишком важная тема для него. Сема, ушатай-ка его. Давай, чубырик. Как в прошлый раз, я тебе мажу и все закончил. Хулиган вновь стомкнул кольцо, и я оказался напротив Семена. Кровь стучала в висках. Ветки качались, как будто что-то шептали, обнадеживали. Это Алиса. Стиснув зубы, я, блядь, с мыслью, что выгляжу глупо, стал боксер в спутствойку, которую частенько видел в кино. Хера ты, Майк Тайсон. Да, вот так вот я умею. Это была моя первая драка. Запомню на всю жизнь, если, конечно, не сдохну сейчас. Краем глаза я заметил, что тьма вокруг стала снова зашевел... Краем глаза я заметил, что тьма вокруг нас ходил туда-сюда. Да, я же говорю, это Алиса смотрит. Видимо, не хочется в глаза попадаться людям. Ну, значит, как минимум она реальная, раз не хочется на глаза кому-то попадаться. Я почувствовал клещ не ромы, схватившие за портфель. Манатки, Антошка. Зачем тебе мои манатки? Махаться мешает. Ну, в принципе, да, это правда. Я был упёрся, не желая подчиняться мерзавцу, но он ловким движением выудил из-за пазухи нож-бабочку и демонстративно крутанув, подстал остриёк моему горлу. Это опасно. Слышь, Фрей, расслабься, а то больно будет. Они слишком опасны, они дети вообще, нет? Вместо слов я выдохнул клуб пара. Ромка же дёрнул изо всех сил и рюкзак перекочевал к нему. Валяжно и спокойный. Валяжно и спокойный. Противно скалить он загнул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? Да нет, я чист. У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Зачем кому-то твоя сменка? Сейчас погляди, может это был... Что там? Опачки! Что там? Ромка многозадачно ухмыльнулся. Все мои вещи падают. Спасибо, Ромка. А что это у нас здесь? Что там? Учебники и тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное, напоминающее... Маска? Маску. Он поднял ее высоко, словно показывал кому-то еще, кроме нас, кому-то в кронах, сумерках за деревьями. Старая маска зайца. Это моя? Я вроде бы ее не брал никуда. Зачем мне она вообще? Длинные потрепанные уши, едва заметно нарисованный нос и усы, облезлый мех на чеках. Откуда ей было взяться? Подбросил кто? Семен хохотнул. Новый год уже прошел, мудила. Не прошел, вот на улице мудила. Или ты реально поехавший? Ну, это тоже, кстати, может быть правдой. Это не мое! А, ну, значит, не мое. Алиса, опять ты. Зачем ты мне со всеми ее стишками про зайца, я думаю, это сделала она. Да как не твое, э! В твоем портфеле легала она! А всякий может зайти вот так как вы и засунуть между прочим на понял? Ромка наблюдал за этой сценой и хитно улыбаясь. А знаешь что? Что? Надевай! Не надену. Зачем? Вот именно зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Заставь меня. Не получится, нет. Даже если бы вас не было, я бы ее и так и так надел. Ну, пусть Алиса пытается как раз надеть на меня эту маску. И сделать такой же как она, по-моему. Давай, давай! Или без санов домой пойдет на. Этот беззубик слишком смелый. Только не это. А если мимо кто-то из нашего класса пойдет? Не надену. Хорош, вот так. Сема, надень-ка на него. Сема. Бяша услышиво подскочил к приятелю, взял облепленную маску, отвечал швитовской поклон. Затем передал ее Семену, уже потерявшему руки в нетерпении. Я оглянулся на сосны. Словно ждал помощи, ждал, что тени, ползающие вокруг нас, жалятся и займут мою сторону. Алиса, спасай, ну е-мое. Ветви напоминали изломленные под страшными углами руки. почерневшая корабль обворожившейся кожей отьма гарю. Не убегу, не успею, догонят. И тогда... Только учти, Сема, если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет? Не стану, представь. Да поглядя на него, он же дурик конченый. Ты свою рожу видел, друг мой? Ну какой друг? Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Во-во, второй раз это, так, подарок на Новый год. Ромка прав. Давай, толстый, восстанавливай авторитетно. Теперь буллет его в его же компании. Или сам у нас запрыгаешь, так что Тетяндра отцепится. Ну да, продолжайте, мне нравится. Значит, он и вправду боится Ромку. Семен выругался под нос, злобно взрыгнув на меня. Вот. Что вот? Это чтобы маска хорошо налезла. Ах ты, гаденыш. Он смачно харкнул заячью морду и поднес маску к моему лицу. Сам наденешь. Вот видишь, плевок был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по-звериному дернулся, скривился, хотел что-то сказать Семену, но промолчал. Но видимо есть какая-то у нее такая долька отвращения к этому персонажу у Ромочки. Сема терся рядом, омерзительно скалясь и опаляя меня вонью из пасти. Надевай Бера! Не надену. А ты урою! Да я помню, как ты меня пытался урыть. Маска словно бы стала еще отвратительнее. Злее, но вопреки всему казалось, она могла подарить спасение. Не говори так, стать второй кожей, только пример, только коснись лицом ее твердой бугристой поверхности и мех засеребриться, уши затрепещать живыми мышцами. К этому и стремилась Алиса, она пыталась надеть на нас маску зайчика, все время говорят, что мы зайчик какой-то, что мы должны быть принесены в жертву, по-моему. И сейчас он чисто под властью этих мыслей думает так о маске, даже учитывая то, что там плевок. Стоит надеть ее и Семен с компанией и Семена с компанией не станет навсегда. Не надо, не надо. А, выбор не надену, конечно. Короче, я на этом закончу, так что всем, ну, вот так вот на выборе. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.